Глава 16. Но Софи Сезерленд, пить было нечего. Плавание продолжалось 51 день, и я все время блаженствовал. Мы воспользовались северо-восточным мусоном и при помощи его стали быстро продвигаться на юг. Габанинским островам, отдельно стоящей и принадлежащей Японии группе, служившей местом сбора канадской и американской промысловых флотилий. Здесь суда запасались водой и производили необходимые исправления перед тем, как пуститься в трехмесячное плавание вдоль японских берегов в Берингово море, где велась охота на стаи котиков. Эти 50 дней удачного плавания, проведенные мною в абсолютном воздержании от спиртных напитков, вполне восстановили мое здоровье. Я чувствовал себя отлично. Из моего организма был изгнан весь алкогольный яд. С самого начала плавания у меня ни разу не было желания выпить. Я даже не вспоминал о выпивке. Разумеется, матросы часто говорили между собой о пьянстве. Рассказывали наиболее интересные или смешные случаи, происходившие во время попоек. Обо всем этом они вспоминали с большим удовольствием, с большим увлечением, чем про всякие другие случаи из своей полной приключений жизни. Старшим из всех матросов был Нектор Юис, толстый человек лет 50. Это был спустивший все свое состояние шкипер. Его погубил Джон Ячменное Зерно. И он теперь заканчивал свою карьеру тем, чем начал ее, простым матросом. Этот случай произвел на меня глубокое впечатление. Очевидно, Джон Ячменное Зерно умеет не только убивать людей. Льюиса, например, он не убил. Он сделал хуже. Он лишил его власти, места, всех удобств в жизни, втоптал в грязь его самолюбие и на всю жизнь осудил его на тяжелое существование простого матроса. И так как Льюис был крепкий и здоровый человек, то ему, очевидно, предстояло очень долго влачить свое существование. Наше плавание по Тихому океану подошло к концу. Мы увидели вулканические, заросшие лесом вершины Банинских островов и вошли, лавируя между рифами, в хорошо защищенную гавань. Вскоре закромыхал наш якорь, и мы встали на место, где уже находилось судов двадцать таких же цыган, кочевников моря. С берега доносился аромат неведомых тропических растений. Туземцы на своих странной конструкции челночках и японцы на еще более странного вида сампанах плыли по заливу, гребя одним веслом и направляясь к нашему судну. Это было впервые, что я попал в чужую страну. Наконец я добрался до края света. Теперь я воочию увижу все то, о чем мечтал в книгах. Я рвался сойти на берег. Я сговорился с двумя другими матросами, и мы решили держаться все время втроем. Мы так хорошо привели это в исполнение, что нас до конца плавания так и звали три собутыльника. Одного звали Виктором, он был швед, другой Аксель, был норвежец. Виктор показал нам тропинку, которая исчезала сначала в диком ущелье, затем опять показывалась и шла по крутому склону из сплошной лавы, а оттуда велась в гору среди пальм и цветов, то пропадая, то вновь появляясь. Он объявил, что мы должны подняться по этой дорожке, на что мы охотно согласились. Мы должны были увидеть оттуда чудесные виды, найти там оригинальные туземные деревушки и встретиться в конце концов с каким-нибудь, но каким это никто из нас не знал, приключением. А Акселю страшно хотелось отправиться удить рыбу. Мы и на это согласились. Мы решили достать сам пан, захватить двух рыбаков-японцев, которые знают рыбные места, и устроить грандиозную ловлю. Что же касается меня, то все проекты мне одинаково нравились. Составив себе план, мы добрались до берега на лодке, минуя рифы из живых кораллов. Добравшись до земли, мы вытащили нашу лодку на белый берег, покрытый коралловым песком. Мы прошли через песчаную полосу, пошли под сень кокосовых пальм и добрались до маленького городка. Там мы нашли несколько сотен буйствовавших матросов со всех концов земли. Все они безмерно пили, безмерно пели и безмерно плясали. И все это происходило на главной улице городка, к великому возмущению совершенно беспомощной горсточки японских полицейских. Виктор и Аксель решили, что нужно пропустить по стаканчику, раньше чем отправиться на такую длинную прогулку. Мог ли я отказаться выпить с этими двумя задушевными парнями? Необходимо было вспрыснуть нашу дружбу. Этого требовал обычай. Мы все смеялись над нашим капитаном-трезвенником и презирали его за то, что он ничего не пил. Мне лично пить вовсе не хотелось, но зато мне определенно хотелось показать себя хорошим товарищем и славным малым. Даже воспоминание о Льюисе не остановило меня, когда я глотал едкую, обжигающую жидкость. Правда, Джон Ячменное зерно нанес Льюису жестокий удар, но я-то ведь молод. Кровь моя здоровая и яркая, быстро текла по жилам, организм у меня был железный и... Ну, молодость всегда презрительно смеется при виде разрушений, которые производит старость. Странный. Крепкий был напиток, который нам дали. Нельзя было угадать, где и каким образом он был приготовлен. Вернее всего, это была какая-то туземная настойка. Он был горячий, как огонь, прозрачный, как вода, и действовал быстро, как смерть. Он был разлит по пустым бутылкам из-под голландского вина, на которых сохранилась этикетка с весьма подходящим названием «Якорь». И в самом деле, от действия этого напитка мы стали на якорь. Мы так и не выбрались из города, и на сампане не поехали, и рыбы никакой не ловили. И хотя мы простояли на острове 10 дней, но так ни разу и не прошлись по тропинке, шедшей вдоль утесов из лавы и утопавшей в цветах. В городке мы встретили старых знакомых с других шхун, людей, с которыми мы бывали вместе в кабаках Сан-Франциско перед отплытием. Каждая такая встреча начиналась выпивкой. Поговоришь о том, о сём, опять выпишь, потом заводишь песни и всякие шутки, покуда, наконец, не зашумит в голове. Тогда всё начинало казаться мне каким-то значительным и чудесным. Все эти орущие во всю глотку старые морские волки, одни из которых был и я сам, собравшиеся для кутежа на коралловом утёсе среди океана. Мне вспоминались отрывки из баллад про рыцарей, пирующих в старинном замке. Вот расселись. Эти за почётным концом выше соли, а те ниже соли. Вот викинг только что вернулся с моря и сел пировать до новых сражений. И я чувствовал, что ещё не умерла вся эта старина, и что мы принадлежим к той же самой древней породии. Ещё не настал вечер, как Виктор совершенно потерял рассудок. Он хотел драться со всеми и со всем. С тех пор мне случалось видеть в сумасшедших домах буйных помешанных. Разницы между ними и Виктором не было никакой. Разве только та, что он был ещё не сносней. Нам с акселем всё время приходилось вмешиваться, мирить потравшихся, так что и нам попало в общей свалке. Наконец мы ухитрились, пустив в ход всю нашу осторожность и хитрость пьяных людей, уговорить нашего приятеля сесть в лодку, после чего мы отвезли его на судно. Но не успел Виктор ступить на палубу, как начал скандалить. Силён он был, как несколько людей вместе взятых. И он поднял на судне дым коромысла. Ясно помню, как он загнал одного матроса в ящик с цепями. К счастью, тот не особенно пострадал. Виктор не в состоянии был как следует ударить его. Матрос всячески увертывался и увиливал, и Виктор в кровь расшиб себе кулак об огромные звенья морской цепи. Когда же нам, наконец, удалось оттащить его от ящика, помешательство его успело уже принять другую форму. Он вообразил себя великим пловцом и вдруг прыгнул за борт и начал доказывать своё умение плавать, барахтаясь, как полудохлая морская свинья, и усиленно глотая солёную влагу. Мы выудили его из воды, снесли в рис, раздели и уложили на койку. После этого мы сами почувствовали себя совсем разбитыми. Но всё-таки нам с Акселем хотелось ещё побывать на берегу. Мы туда и поехали, оставив на судне Виктора, который громко храпел. Любопытно, что товарищи Виктора, сами бывшие не прочь выпить, осуждали его. Они неодобрительно качали головой и бормотали, такому человеку пить нельзя. А между тем Виктор был самым ловким матросом и самым добродушным человеком из всего экипажа. Это был во всех отношениях идеал моряка. Товарищи ценили его по заслугам, уважали и любили его. Но Джон Ячменное Зерно умел превращать его в буйного помешанного. Вот здесь-то и делали различия между ним и собой прочие пьяницы. Они знали, что от пьянства матросы пьют всегда чрезмерно, они тоже сходят с ума. Но они впадали лишь в тихое помешательство. Буйное помешательство. Вот это уже не годилось. Оно портило веселье другим и часто кончалось трагедией. С точки зрения этих людей, в тихом помешательстве не было ничего предусудительного. Но если мы встанем на общечеловеческую точку зрения, разве не всякое помешательство является предусудительным? А кто умеет внушить безумие лучше Джона Ячменное Зерно? Но вернемся к нашему рассказу. Очутившись на берегу, мы с Акселем забрались в уютный японский трактирчик. Уселись там и начали подсчитывать и сравнивать, у кого больше синяков. За стаканчиком мы обсуждали недавние происшествия. Нам понравилось спокойно пить тут в тишине, и мы пропустили еще по одному. Тут в трактирчик заглянул один из наших товарищей, потом еще несколько других, и мы продолжали с ними нашу скромную попойку. Наконец, мы пригласили и японский оркестр. Но не успели прозвенять первые ноты «Сами Сен» и «Тайкас», как вдруг с улицы донесся дикий вой, явно слышный сквозь бумажные стены. Мы узнали этот звук. Виктор, все еще продолжая вопить и совершенно пренебрегая дверями, влетел к нам, прорвав хрупкие стены дома. Глаза у него были налиты кровью, и он дико размахивал мускулистыми руками. На него напало прежнее безумие. Ему хотелось все уничтожать на своем пути. Он жаждал крови, чьей-нибудь крови. Музыканты обратились в бегство. Мы тоже. Спасаясь, мы выбегали в какие-то двери, порой лезли на поролом сквозь бумажные стены. Мы готовы были на все, только бы удрать. К тому времени, когда дом оказался наполовину разрушенным, Виктор успел немного успокоиться и осоловить. Мы с Акселин согласились уплатить хозяина за все убытки, а сами отправились на поиски более спокойного местечка. На главной улице стоял дым кромыслом. Сотни матросов в буйном веселье гуляли взад и вперед. Ввиду того, что начальник полиции со своим немногочисленным отрядом оказался совершенно бессильным, губернатор приказал всем капитанам судов собрать свои команды на корабли до захода солнца. Тор? Так вот, как хотят с нами обращаться. Не успела эта новость дойти до шхун, как на них не осталось ни одной живой души. Все сошли на берег. Даже те, которые вовсе не собирались раньше, начали прыгать в лодки. Злосчастный приказ губернатора вызвал всеобщий скандал. После захода солнца прошло несколько часов, но матросы заявляли одно. Пусть только попробуют вернуть нас на суда. Они ходили по городу и приглашали власти попытаться это сделать. Самая большая толпа собралась перед домом губернатора. Пели во все горло матросские песни, из рук в руки передавались бутылки, некоторые шумно плясали. Полицейские, в том числе и резервный отряд, стояли кучками, совершенно беспомощные, и ждали от губернатора приказания, которого он весьма благоразумно не отдавал. Вся эта вакханалия представлялась чем-то величественным. Казалось, будто вернулись времена испанских пиратов. Здесь был широкий, свободный разгул. Это был поступок, достойный великих авантюристов. И я тоже участвовал в этом разгуле. И я был одним из этих морских разбойников, буйствовавших среди бумажных домиков японского городка. Губернатор так и не отдал приказания очистить улицы. Между тем мы с Акселем продолжали бродить из трактира в трактир и везде выпивали. Вскоре мы с ним разлучились во время какой-то пьяной проделки, и я потерял его из виду. У меня Усмава уже зашумело в голове. Я побрел дальше, на каждом шагу приобретая новые знакомства. Я пил стакан за стаканом и пьянел все больше и больше. Помню, что я сидел где-то вместе с японскими рыбаками, с рулевыми гавайцами из нашей же флотилии и молодым матросом-датчанином, только что вернувшимся из Аргентины, где он был ковбоем. У этого датчанина была определенная склонность к всяким местным обычаям и обрядам. И вот мы начали пить саке с полным и точным соблюдением всего японского этикета. Это был бесцветный, мягкий, тепленький напиток. Подавали его в крошечных фарфоровых чашечках. Помню затем мою встречу с юнгами, мальчиками лет 18-20, из английских зажиточных семей средней руки. Эти мальчики убежали с судов, куда их отдали для обучения морскому делу. Одного здесь, другого там, и вот теперь они очутились матросами на промысловых шхунах. Это были цветущие здоровьем ясноглазые юнцы с гладкой кожей. Они были молоды. Молоды, как и я, и тоже учились вращаться в среде взрослых мужчин. Да они и вправду сами были взрослыми. Они не хотели пить слабый саке. Им нужны были четырехкранные бутылки, наполненные едкой огненной жидкостью, которая зажигала в них кровь и возбуждала пожар в мозгу. Помню одну трогательную песню, которую они пели с таким припевом. «Хочу тебе кольцо я дать, сынок мой дорогой, чтоб вспомнил про свою ты мать, час бури роковой». И они плакали, когда пели эту песню. Эти бесшабашные юные негодяи, нанесшие такой удар гордости своих матерей. Я тоже пил с ними. И плакал вместе с ними, и наслаждался этой трогательной и драматической сценой. И пытался дать какое-то пьяное, хаотическое объяснение жизни и романтическим приключениям. Помню еще одну картину, которая ярко и отчетливо выделяется среди предыдущей и последующей тьмы. Мы, эти юнцы и я, идем по улице, обнявшись и покачиваясь. А над нами сияют звезды. Мы поем какую-то лихую матросскую песню. Поем все, за исключением одного. Он сидит на земле и горько плачет. А мы отбиваем такт, размахивая винными бутылками. С обоих концов улицы доносится издали голоса матросов, поющих, как и мы, хором. И вся жизнь кажется значительной, прекрасной, каким-то фантастическим и великолепным безуми. Здесь опять следует тьма. После этого периода тьмы я, открыв глаза, вижу при бледном свете начинающегося дня японку, которая заботливо и тревожно склоняется надо мной. Это жена местного лоцмана. И я лежу у дверей ее дома. Мне холодно, я весь дрожу, и я совсем болен после попойки. Чувствую, что я что-то очень легко одет. Ах, эти негодные мальчишки-юнги. У них, видно, в привычку вошло удирать. Теперь они удрали со всем моим имуществом. Часы мои исчезли. Несколько долларов, которые у меня были, тоже исчезли. Исчезло мое пальто, пояс тоже. И, да, верно, сапоги тоже пропали. Я описал для примера один из десяти дней, проведенных нами на Банинских островах. Виктор оправился от своего временного сумасшествия, разыскал меня и Акселя, и мы после этого пили с большей осторожностью. Но мы так и не поднялись по тропинке из лавы, заросшей цветами. Город до бутылки из-под джина. Вот все, что мы видели. Тот, кто сам обжегся, не может не читать норовоучений про огонь. Поступив я так, как следовало, я мог бы увидать на Банинских островах много интересного, получить здоровое, нормальное удовольствие. Но я отлично понимаю, что дело вовсе не в том, как следует или как не следует поступать. Важно то, как поступаешь на самом деле. Такова извечная, неопровержимая истина. Я делал, что делал. Я делал то, что делали все матросы на Банинских островах. Я делал то, что делали в то самое время миллионы людей в различных пунктах земного шара. Я поступил так, потому что все меня толкало на этот путь. Потому что я был человеком, вернее, мальчиком, продуктом своей среды. Потому что я не был ни болезненно малокровным субъектом, ни полубогом. Я был просто человеком и шел по тому же пути, по которому шли все. Шли люди, пред которыми я преклонялся. Прошу не забывать, здоровые, полнокровные мужчины, крепкие, могучие, шумливые, свободные духом, не рассчитывавшие помещанский каждый свой шаг, а с истинно царской щедростью расточавшие и жизнь, и силы свои, и деньги. И путь этот лежал открытым передо мною. Точно на дворе, где играют дети, оставили колодец незакрытым. Какой прок убеждать маленьких смельчаков, шагающих своими крошечными, неуверенными ножками по пути к познанию жизни, что нельзя играть близ незакрытого колодца. Все равно они непременно будут играть около него. Все родители это знают, и мы тоже знаем, что известный процент этих детей, самые живые и смелые из них, упадут в колодец. Нужно только одно, и каждый из нас это знает, именно прикрыть колодец. То же самое и с женами ячменное зерно. Все уговоры и норовоучения в мире не будут в состоянии удержать от ячменного зерна мужчин и юношей, достигающих возмужания, покуда ячменное зерно доступно всегда и повсюду, и покуда оно неразрывно связано с понятием о мужественности, смелости, и широком размахе. Единственный рациональный выход из этого положения для нас, представителей 20-го столетия, это забить колодец и доказать, что 20-й век есть действительно 20-й век, оставив 19-му и всем предыдущим векам все то, что принадлежит им, сожжение ведьм, нетерпимость, фетишизм и самый гнусный из всех этих остатков варварства, Джон, ячменное зерно. Продолжение следует...